Они предстанут перед твоим Господом рядами. В тот день вы предстанете, и ни одна ваша тайна не останется сокрытой. Итак, представьте, да защитит вас Аллах. Мужчины и женщины будут собраны босыми и обнаженными. И Аиша, родья Аллаху анха, спросила о посланник Аллаха, будут ли мужчины и женщины смотреть друг на друга. И пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, все будет настолько ужасно, что им будет не до того, чтобы смотреть друг на друга. Этот день будет сопровождаться оглушительным звуком. Это будет день величайшего бедствия. В этот день человек бросит своего брата, свою мать и своего отца, свою жену и своих сыновей. Ибо у каждого человека своих забот будет сполна. Все будут думать о том, как закончится этот день, и о том, что у кого будет принято. В тот день затрепещут сердца, а их взоры будут смиренны. В то время, когда это будет происходить с выстроившимися рядами, представьте, глашатый воззовет. О, такой-то сын такого-то! О, такой-то сын такого-то! Будь готов предстать перед Аллахом! Клянусь Аллахом! Если вам скажут, что вы будете стоять перед царем или владыкой, ваше тело будет дрожать от страха, и ваше сердце будет трепетать. Каин! Что же ты почувствуешь, когда ангелы приведут вас выстроившимися рядами? Будешь стыдливо смотреть вниз, не зная, будет ли принято от тебя. Пойдешь ли ты в рай или в адский огонь? Но нет. Когда земля разобьется и превратится в песок, и Господь твой придет с ангелами, выстроившимися рядами, в тот день приведут гиену. И тогда человек помянет назидание. Но к чему такое поминание? Но к чему такое поминание? Он скажет, «Эх, если бы я заранее позаботился о своей жизни». Представьте себе, всемогущий вас зовет, кому принадлежит царство сегодня? Кому принадлежит царство сегодня? Не ценили они Аллаха должным образом. Не ценили они Аллаха должным образом. А ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней его, а небеса будут свернуты его десницей. Причист он и превыше того, что они приобщают ему всотоварищи. Приближающийся день воскресения приблизилось, и никто, кроме Аллаха, не способен отвратить его. Неужели вы удивляетесь этому повествованию? Смеетесь, а не плачете? И всемогущий вас зовет, «О, Адам!» Адам ответит, «Вот я перед тобой и готов служить тебе, и все благо в твоих руках». Он скажет, «Выведи группу, посланную в огонь». О, Адам! «Выведи группу, посланную в огонь». Тот спросит, «Что это за группа, посланная в огонь?» Аллах скажет, «999 из каждой тысячи». 999 из каждой тысячи. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Возрадуйтесь, на одного из вас придется тысяча человек из племен Яджюджи-Маджюдж. В тот момент посидеют малолетние дети, каждая женщина выкинет свой плод, и ты увидишь людей пьяными. Но они не будут пьяны, зато мучения от Аллаха будут тяжкие. И ты увидишь людей пьяными. Но они не будут пьяны. Зато мучения от Аллаха будут тяжкие. Приблизился к людям расчет с ними. Однако они с пренебрежением отворачиваются. Куфары! Неверующие и есть иман, и все. Ахи, посмотри, что Аллах говорит в Коране. У вас ваша вера у нас своя. И что они делают? Они вырывают аяты из контекста Корана. Наши финансовые операции аннулируются. Я тебе ничего не должен. На самом деле это была ложь, фальсификация, Аллах раскрыл это в Коране. Лучше взвесьте золото дома, прежде чем нести менять форму на заказ. Если он каждого клиента так обвешивает, то с этого он поднимет очень и очень неслабо. И тебя тоже обдерет. А ты этого даже не узнаешь. И вдруг кто-то говорит, Эй! Эй! Кто убежал с головой? Какой-то парень посреди всего этого хаоса схватил голову и убежал с ней. Когда глубоко задумываешься об этом, думаешь, Субханаллах, неудивительно, что Аллах не дает победу. Всем этим 1,7 миллиарда. Знаете почему? Потому что многие из этих 1,7 миллиарда пьют, играют в казино, делают ставки на лошадиных скачках. Или своих лошадей ставят на скачки некоторые богатые арабы. О, Аллах, собственные лошади. За миллион фунтов. Или они обманывают, занимаются мошенничеством на ebay. Или кидают людей на онлайн-денежных переводах. Или они дурно обращаются с членами своей семьи. Или пренебрегают обязанностями. Или у них дурной нрав. Или врут, обманывают. Или они запросто берут кредиты под проценты, лишь бы им дали денег. Или они могут даже обесчестить женщину, потому что их никто не видит. Что бы это ни было. Или человек может сидеть в комнате один и смотреть на мониторе на харам. Или слушать то, что является харамом. Или ходить в клубы, или куда бы еще ни было. Во все эти подобные места, где они танцуют, ужинают, клубятся, встречаются и так далее. Хотя у них мусульманские имена. Они мусульмане, и все это они уже делают до победы. А что, по-вашему, после победы будут делать? Если Аллах скажет, ладно. Я дам всем мусульманам в мире, в наши дни я имею в виду. Дам всем им победу, во всех странах. Что будет? Будет в 10 раз хуже. И Аллах ждет, по какой бы то ни было причине, чтобы в нужное время дать нусра, помощь, правильным верующим. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь, и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok